Сегодня Международный день родной мовы. В 20-й раз под эгидой ЮНЕСКО подкрысливается ее уникальность и самобытность. На белорусской мове сегодня разговаривали в научных установах, музеях и библиотеках, в теле и радио эфиры. Подробности в следующем сюжете. Развитие национальных мов на вукоуцы планеты что год обмерковать на встречах и конференциях. Однако главное, что можно сделать для сохранения своей родной мовы, использовать ее в жизни и популяризовать себя родной мовы. С нагодой Международного дня родной мовы у областной универсальной библиотеки имя Ленина открылась выстава «Прогляд» с тяженками родного слова. Еще одна подея этого дня – акция «Читаем разом». В качестве гонорового гостя знакомитый письменник и драматург Василь Ткачев. Как письменник я и народился тому, что пишу на белорусской мове. Я оповедание не могу написать на русской мове, нет. Перекласти свое на белорусской мове, конечно, это я смогу, потому что все-таки я заканчивал журналистику на русской мове и был русскомовным журналистом. Но когда пишу, думаю только по белорусскому. Мои герои ходят по тих вёсочках, по тих дорогах, где неколи ходил и я. Размовляли на белорусской мове и знайомили читачов с зайчиной литературой и у городской библиотеки имя Герцена. А у ГДУ имя Франциска Скарына организовали диктовки по творах сучасных авторов и онлайн-викторину. В цикавом творчем проекте приняли удел замежные студенты. У своих малюнках ядное адлюстровали сенс разных белорусских слов. Работы выполнены на разном уровне, але вельми профессийно. Вельми профессийно и что, можно сказать, довольняет меня, как выкладчика, який рихтовал эти работы разом с ними, по этих работах можно створить психологичный портрет сучасного студента, который хочет тишины, уваги, добрения, любви, який хочет жить в суладзе с природой, с новокольным светом. Суместить святкование дня родной мовы и сусветного дня экскурсовода вырошили у Гомельским палацу румянцевых и паскевичев. Усей экскурсии проходили только на белорусской мове. Для наведовольников так само подрихтовали майстер-класс про особливости национального костюма и вязковую моду. Кожный мог попробовать себе в роли модельера. Мы уже сегодня зрозумели, что национальное оденье вельми было орнаментовано, территории Беларуси, и мое свои особливости. Поэтому, когда на каждом регионе мы бачили, например, ромбу-ромбе, ци, например, птушек, которые поглядали один на одного, которых сустракали мягчимо на весельных мероприемствах. До святкования дня родной мовы долучилась и телерадоя компания Гомель. На белорусской мове сегодня разговляли ведущие радиостанции Гомель-ФМ. А у эфира телеканала «Беларусь-4» Гомель на протягу сего дня выходили выпуски передачи «Размовляем по белорусску». Это выдатная махчимость поповнить свои веды и удосконалить мовление. Ганна Корольчук, Евгений Кухаронак, Игорь Марышенко, Евгений Макенко, телерадоя компания Гомель.